В Тверской области создан оперативный штаб во главе с губернатором. В его состав вошли руководители силовых и военных структур, члены правительства Верхневолжья, представители законодательной власти. В числе основных задач проверка защищенности критически важных объектов инфраструктуры. Все это происходит на фоне введения во многих субъектах страны особого положения того или иного уровня. Что это означает для нашего региона, расскажет Роман Быков. 19 октября президент Владимир Путин издал указ о введении военного положения в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Кроме того, в субъектах страны, граничащих или располагающихся неподалеку от Украины, объявлен средний уровень реагирования. А всему ЦФО приказано находиться в повышенной готовности. Тверская область не исключение. Это означает, что правительства Тверской области имеют право в пожарном порядке изыскивать внутренние резервы бюджета для выполнения тех или иных задач, которые будут поставлены руководством страны или оказывать содействие и помощь мобилизованным гражданам, семьям мобилизованных гражданам. Кроме того, усиливается охрана всех военных и стратегических объектов. Будет оказываться повышенное внимание к местам массового скопления граждан. А также начнут применяться и другие меры, направленные на обеспечение безопасности. На такие шаги руководство страны, а соответственно регионов, идет не просто так, а после целого ряда выхода киевского режима. Взрыв Крымского моста, и потом вскользь как бы проходит, что предотвратили попытки диверсии на других атомных электростанциях, на железной дороге, да, обнаруживают переносные зенитные комплексы. То есть эта работа по дестабилизации обстановки в нашей стране, она велась и ведется. Эксперты отмечают, что ситуация осложняется тем, что границу с Украиной перейти несложно. Во-вторых, за последние годы в Россию прибыло много граждан соседней республики, зачастую без особой проверки. При этом возможно, что часть людей, которые к нам пришли на нашу территорию, могут находиться под воздействием СБУ и выполнять те задачи, которые им будут поставлены. Средства связи сейчас работают достаточно эффективно, и нет необходимости особо сильно шифроваться. Поэтому всем жителям Тверской области рекомендуется проявлять повышенную бдительность по отношению к подозрительным людям или предметам. Например, к детской игрушке, из которой торчат провода. Или ноутбуку, якобы случайно оставленному посреди рочи или парка.